Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 15 по 23. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Речи Господь своим учеником, вся и лика и мать отец моя суть, сего ради рех, яко от моего приимет, возвестит вам в мали, и к тому не видите меня, и паки в мали, и узрите мя, яко иду к отцу. Реши же от ученики го к себе, что есть сие, ежи глаголит на в мали, и не видите меня, и паки в мали, и узрите мя, и яко аз иду к отцу, глаголах у уба, что сие есть, ежи глаголит в мали, не вемы, что глаголит. Разуме же, Иисус, яко хотя хуя вопрошати и рече им, о сем листья зайтеси между собою, яко рех, в мали, и не видите меня, и паки в мали, и узрите мя, аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетеси и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет, жена, егда рождает скорбь и мать, яко приди год и я, егда же родит от рача, к тому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир, и вы же печаль и мать, и уба ныне, паки же узрювы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто же возьмет от вас, и в той день меня не вопросите ни чесо же, аминь, аминь, глаголю вам, яко и лико аще чесо просите, от отца во имя мое даст вам. А так этот текст звучит в русском синодальном переводе. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, «Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит. И Иисус, разумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня?» «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Возвращаясь к вопросу о своем удалении от учеников и отшествии к Отцу, Христос возвещает апостолам, «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Конечно, ранее Христос уже говорил ученикам о том, что Он умрет и воскреснет, но каждый раз это оставалось непонятным для них. Так и теперь для них было непонятно, что Он говорил о Своей смерти, как о разлуке с ними, и о Своем воскресении, как о новой встрече. И поскольку некоторые из учеников стали переговариваться друг с другом, недоумевая, что значат эти слова, дальнейшее обращение к ним, Спаситель посвятил разъяснению этих слов. Архиепископ Аверки Таушев отмечает, «В основе недоумения учеников опять лежит все тот же их предрассудок о земном царстве Мессии. Если Господь хочет основать на земле свое царство, то зачем Он отходит? А если Он не хочет основать такого царства, то зачем обещает прийти опять? Снова указывая на предстоящие Ему страдания и смерть, Господь обращается к ученикам, «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Этими словами Спаситель желает сказать, что печаль и рыдание о Его смерти быстро заменятся среди учеников ликованием по причине воскресения Христа из мертвых. Блаженный Феофилакт поясняет слова Господа так, «Вы, — говорит, — восплачете и возрыдаете, о том, что я умру на кресте, а мир возрадуется. То есть иудеи, мудрствующие и мирское, возрадуются, что уничтожили меня, врага своего. Но печаль ваша в радость будет. А радость иудеев, напротив, обратится им в печаль, когда по воскресенье будет славиться мое имя. Под радостью мира подразумевается спасение мира. Так что в словах сих будет такой смысл. Вы будете печальны, но и эти страдания мои, о которых вы печалитесь, будут радостью всего мира и спасением». Радость же учеников, когда они увидят воскресшего Христа, может быть сравнима с той полнотой радости, какую чувствует только что благополучно разрешившаяся от бремени женщина. Она сразу забывает обо всех муках, какие претерпела во время родов, и вся полна радостью от того, что видит своего ребенка. Этот пример Господь привел, желая показать, что печаль временна, а радость постоянно, что смерть есть переход к жизни, и что от скорби бывает великая польза. Святитель Иоанн Затауст пишет, «В одно и то же время он и уверяет в истальности воскресения и показывает, что отшествие отсюда подобно исшествию на свет из утробы матери». Как бы так говорит, «Не удивляйтесь, что через такую печаль я веду вас к благому». И мать также через печаль достигает того, что становится матерью. И не сказал только, что скорбь пройдет, но что о ней нет и воспоминания, так велика следующая за скорбью радость. Именно такую радость испытали ученики, увидев Господа воскресшим. И она не покидала их потом всю их жизнь. Именно поэтому Господь добавляет, «Радости вашей никто не отнимет у вас», подразумевая, что никто уже не сможет отлучить истинных последователей Христа от Его любви и от небесных сокровищ, уготованных верным. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что в этой жизни всегда есть место радости, которое не принадлежит этому миру, не зависит от его случайностей и перемен. И это радость, которую дарует Христос, радость будущего небесного Царства. Но если земных радостей мы можем лишиться по тысяче случайных причин, то эта радость воскресения вечно, и никто не отнимет ее у нас. Нужно лишь знать, что радость эта становится совершенной и полной лишь тогда, когда Христос является центром жизни человека, преображая и наполняя ее подлинным смыслом, то есть открывая путь ко спасению. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, Господи!